Мы с Вами пошли познакомимся. Не сказали, что про мальчиков, про воспитания, и про становление характера. Я вижу, и девочки у нас тоже, наверное, тоже что-то интересно в этой связи. И поэтому мы сейчас с Вами разберемся, что нам интересно, для того, чтобы мы могли так хорошо пообщаться, чтобы она была, потому что это важно. Вот поэтому... Поэтому у меня зовут Владимир Андреевич. Я занимаюсь и становлением характера. Развиваю мальчиков и мужчин. Хотя они вот и девочки будут заниматься. Вот с Вами, я думаю, что мы постепенно познакомимся. По специальности я социальный педагог. Эта специальность подразумевает, что когда... Ты в каком классе учишься? Я? В 10-м. В 10-м. В 10-м. В 11-м. После 11-го класса ты школу забываешь. И когда выходишь из 11-го класса, то подразумевается, что ты четко знаешь про свою жизнь. Ты будешь заниматься как люди, отманы. Что ты будешь делать, когда ты не дали свою жизнь? И тогда ты начинаешь реализовывать этот план. Если ты после 11-го класса из школы выходишь и ничего не знаешь, очень... Подростков? Юношек, девушек. До этого с ранами. Вот ты знаешь, по чему ты можешь заниматься все вместе? Знаю. Вот видишь, где ты замечаешь, а с 20 лет, чем ты делаешь? На лево, на лево. То есть ты будешь учиться? Нет. Специально? Да, давай. То есть ты этого посвятишь свою жизнь? Да. На лечении, потому что ты знаешь, что ты знаешь. Тебя оказалось? Да. Да, потому что ты знаешь, что ты получишь. Ну, кем ты будешь? Ну, ты будешь учить. Ну, а с тем, что я не буду. То есть ты больше не уморственно заниматься? Да. Поэтому жизнь посвятий хочешь? Да. Ну, а сейчас-то у тебя какие успехи? Ну, жёг-то поводит. Жёг-то поводит. Жёг-то поводит. Полный слой? Средний? Ниша? Наша средняя? Средний? Хорошо? Ещё? Начально? Начально? Сколько лет тебе? Всю cup Red. Ну, вот. Средний друг싸ц. Ну, я беру. Вот. И в этой связи важно сказать, что это не просто я выбрал какую-то профессию, потому что она мне понравилась, не буду ей заниматься. Здесь нужно точно понять нашу природу. То есть у каждого из нас есть своя природа. Если мы ее не знаем, мы просто какую-то профессию выбираем, очень большая вероятность того, что через какое-то время она мне надоест. Встречались с такими людьми взрослыми, которые начинали этим делом заниматься или поступали в какое-то учебное заведение, а потом разочаровывались или начинали работать, а потом выбрали, но мне это уже не нравится. На самом деле это очень часто происходит в жизни общества. Вот и поэтому очень важно понять свою природу. То есть наша деятельность должна соответствовать нашей природе. Вот для этого существует учитель, который помогает человеку в этом. Так, все, да, мы собрались, все же вещи от этого будет. Непонятно? Ладно, тогда я буду говорить остальные вещи, но не буду больше, да, никого. Я буду говорить какие-то вещи, мы с вами будем обсуждать, чтобы вы тоже были в теме. Вот скажите мне, чем отличаются преподаватели от педагога? Знаете вы такое различие? Пожалуйста. У вас как зовут? Ирина. Ирина, очень хорошо. А еще кто может как-то думать? Вообще у вас есть такое различие? Педагог и преподаватель? Как ты понимаешь? Учитель в школе, который тебе учат математики, это педагог или преподаватель? Почему? Потому что он нам не дает ничего вот такого важного, а просто вот что? Все неважно, да? Неважно, но... Ну, Ваня, я понял твою идею, ты очень правильно сейчас сказал, очень хорошо. Просто вот, ты, наверное, не смог, я тебе сейчас помогу. Ты имел в виду, что есть развитие личности, а есть наука какая-то, например, математика, да? Ты это имел в виду. Я думаю, что, в конце концов, конечно, все важно, но есть более важные вещи, и семейные важные вещи. Если мы все знаем, что... Ну, как вы, ребята, согласны? Можно так разгромить, что есть педагог и аспектно? Есть одно общее слово «учитель». Учитель — это общее слово. Например, учитель может быть музыки, а учитель может быть духовным, а учитель может быть токарным искусством, например. А учитель может быть каким-то единоборством или спортом. И это все «учитель» называется. Но это общее слово. На самом деле нам нужно подразделять. И мы можем сказать, да, это был учитель. Или этот учитель того или того. Но мы должны подразделять, что это общее слово «учитель». Еще подразумевает, что есть подразделение на педагогику и преподавание какого-то, допустим, какой-то науки. Так вот, мы будем говорить в основном о педагогике. Потому что педагогика подразумевает, что мы развиваем личность человека. Он связан с раскрытием личности, с раскрытием индивидуальных качеств человека. Но это личностный подход. И он не бывает таким, что просто я даю какие-то знания как информацию. Как, например, в основном сейчас в школах. Кто там, как вы поняли? Педагоги или преподаватели? В современной школе кто учит? Преподаватели. То есть разница вам не знает, чем она отличается. Но это может быть в одном человеке. Он может быть и преподаватель, и педагог. И, возможно, даже вы встречали таких учителей, которые не только вам какую-то науку дают или свой предмет какой-то, но они также глубоко интересуются вашей личностью. То есть они смотрят, какие у вас качества, какая у вас природа, какой лучше подход вам, как лучше сделать так, чтобы вы могли развиваться, чтобы вы раскрывались, чтобы определенные какие-то склонности, навыки у вас появлялись. То есть это очень личностный подход и развитие личности человека. Это связано с педагогикой. Возможно, это в одном лице. Но педагогов повстречать можно не так часто в современном мире. В основном, если это учитель, то в основном это преподаватель. Но даже преподаватели бывают посредственные, а бывают никуда не годные вообще. И опять же, редко вообще встречается очень классный преподаватель, который настолько знает свою науку, что даже если тебе не нравится эта наука, ты приходишь к нему на занятия, и ты просто счастлив от постижения этой науки, потому что он тебе преподает какую-нибудь даже химию совершенно, никому не интересную. Он преподает так, что тебе становится интересно, и ты можешь даже хорошо учиться по этому предмету. Попадаются вам такие преподаватели по каким-то из, может быть, предметам? Давай с тобой познакомимся. Вот скажи, какой пример приведи преподавателя, который классно проводит свои занятия, и это всем нравится. Теперь большинству, как они у меня вообще всем. Для меня в колледже учить историю лично. Она умеет с каждым учеником идти в свой какой-то язык, в свой подход. И к ней даже как-то интересно ходить и слушать своеобразный момент, какое-то объяснение какое-то. Что они сказали о других, допустим, преподавателях? То есть вот такие бывают виды преподавателей. Но мы же сказали, что еще бывают преподаватели, которые непосредственно личностью занимаются. Детей, подростков, молодых людей, тех, кому кого он обучает. Вот это очень важный фактор, и нужно понять, что есть в этом отличие. И вот в данном случае, когда, например, вы занимаетесь единоборствами, то это нужно обязательно совмещать. Потому что если будет только, допустим, вам будут передаваться навыки, но вы не будете развиваться как личности, то это может быть, конечно, пригодится вам в жизни какое-то единоборство. Вы можете заниматься, например, как профессией своей, а может даже не будете заниматься этим своей жизнью. А просто какое-то время вы занимаетесь, потом вам это надоест, и будете работать, чем-то там другим заниматься. Просто у вас навыки какие-то, может быть, останутся. Вот. Или будете заниматься всю жизнь этой деятельностью. Но это становится менее важно, как сказал Ваня. По той причине, что если вы в это время не развивались как личности. Вы понимаете, о чем я говорю, когда я говорю про личности? Вы личности? Вообще? Как начинаете? А как им зовут? Сергей. Сергей. Как ты считаешь, Сергей? Ну, вообще, каждый человек – это личность. Какой индивидуальный. Как бы каждый человек, но они по-разному разу личности. Ну, вот то, что ты говоришь про индивидуальность, я с тобой согласен, что каждый индивидуален. Ну, что такое личность? Можно ли каждого человека назвать личностью? Ну, не каждый, в общем. Вот. А в чем разница? Мне кажется, ну, человек, которого можно назвать личностью, он очень развит духовно, понимает, как бы, проблемы окружающих, что происходит вокруг него, что, как бы, ну, в чувствах других людей разбирается. Ну, очень хорошо, да. Личность – это всегда привлекательно. То есть, если в вашем коллективе есть личность, кто-то уже проявляет в какой-то степени, хотя бы как личность, он обычно как лидер становится. То есть, он сразу всех привлекает. Личность привлекает. А еще? Личность – какие у него качества? Ну, личность – он привлекает пользу людям окружающим. Очень хорошо, Ирина. Очень хорошо. Это очень важный фактор, что он думает не только о себе. То есть, если человек – личность, то он думает о других. Это не просто, согласитесь, он думает о других, заботится о других. Это, прежде всего, мужские качества, конечно. Потому что мужчина, он должен быть способен поддерживать. Женщин, детей, стариков, животных, мир во всем мире, я не знаю, все что угодно. Он должен способен поддерживать. Это мужчина. Если у него эти качества не разные, а если он не получил должного воспитания, у него их нет, то он вряд ли будет личностью, сможет стать личностью. То есть, мы сказали, что личность – это тот, кто… Сережа, еще раз. Что ты сказал? Тот, кто разве духовно, тот, кто очень понимает, что творится. Вот я немножко перефразирую. Тот, кто разве духовно, да, это тот, у кого есть высшая цель. Вот если у человека нет высшей цели, он не будет личностью так же. Он будет посредственным, ну, в общем, серой массой. И Ирина сказала тоже, что личность – это тот, кто думает о других. Пожалуй, вот эти две вещи, они самые основные в личности. Хотя там есть много других составляющих. Вот это вот основа. Все простекает из этого. Что он думает о благе других. То есть, он думает не только о себе. Если человек думает только о себе, он эгоцентричен. И вряд ли он будет привлекать других. И вы с ним будете общаться только в том случае, если вам что-то от него нужно. Но он не будет привлекательнее для вас. То есть, с ним даже как-то трудно дружить. Потому что доверие не на чем основывать, если он думает только о себе. Согласны вы с этим? И второй момент – это то, что у него есть высшая цель. Высшая цель, и он думает о других. Но давайте сейчас посмотрим, что у вас с этим, как дела обстоят. Насколько в личности? Юра, как у тебя с этим обстоятельством? Я стараюсь. Я стараюсь какую-то высшую цель преследовать. И может оказаться полностью других. Конечно, я особо хвастаться нечем. Тоже работаю в этом направлении. Доспором, а обливанием. Ты есть в лучшую целью жизни? Да. Я хочу лучше. Не хочу помогать другим. Что бы приносить всех габрот. это просто сделать добро для других в чем на работе стоять добро очень понятие широко для защищать и больше от преступников хорошо вот я сейчас спрашиваю о том а высшие цели жизни то есть в чем моя высшая цель например то есть можно это настолько важно тем более твои годы это точно нужно потому что нужно начать это важно потому что ты сейчас в возрасте когда ты стоишь на пороге того чтобы сейчас выбрать путь в свою жизнь если ты выбираешь путь в свою жизнь и у тебя нет высшей цели то есть например у тебя цель ставить момент ты какой план хочешь получить до какого зла например генерал генерал у тебя планы вот смотри вот поэтому в основном существует такой средний возраст который я не знаю не смотри когда ты достигаешь это твоя цель вот ее достиг то что-то нужно делать после того как она достиг вся должна какая-то другая цель появится например цепи на пенсию но по-моему это скучная же цель вот поэтому в основном существует такой средний возраст людей где-то в районе 40 лет когда разочаровываться то есть они всего в основном достигают в этой жизни средний возраст такой тяжелый они разочаровываются они очень сильно даже в депрессию не погружаются потому что они в общем-то всего достиг и чего я не знаю что дальше не хотелось чтобы у вас сам поэтому сейчас будем о высшей цели то есть есть некая цель которую можно достигать до последнего вздохла своей жизни и как бы к ней идти и она не заканчивается что я что-то это цель духовная конечно же потому что если мы материально что-то только возьмем лишь то когда достигнет мы там станет скучно потому что все на цель достигнет человек не может чтобы не идти к чему-то он должен всегда куда-то идти и зачастую бывает что люди никуда не идут поэтому я жизнь очень-очень серая незрачная и скучная они в основном начинают принимать интоксикации алкоголь наркотики просто либо находят какие-то другие виды наслаждение чувств просто для того чтобы забить вот это вот эти высшие цели в своей жизни и сейчас основном нигде не учат учебное заведение заметили учат вас высшей цели какая ваша высшая цель преподает вам кто-то это вот об этом основном сейчас не говорится но это необычайно необходимо для каждого человека для каждого возраста вот сергей что у тебя совершенно цель поздоровался не знаю я не могу разгромить и что есть высшая что просто цель у меня в цели просто чтобы вот на моем сейчас возрасте я понимаю что для меня страдить но я хотел бы достичь того ну знать какие они чтобы они когда-то уже будут возрасти поздоровался к нему приняли больше цели чтобы ты мог их поддерживать и заботиться о них ну не знаю что говорить но как бы это уже ближе к материальной цели чтобы они могли положиться и не заботиться но как бы это точно не важно мы сейчас можем обсуждая это понять то есть в чем высшая цель если мы размышляем вот сейчас у тебя такие вот цели как бы если хочешь заботиться о своих родителях на самом деле это твое адхама это твои предписанные обязанности то есть вот сын должен заботиться о своих родителях это обязательно то есть когда они становятся в престарелом возрасте для каждого но есть личная какая-то цель которую ты тоже можешь достичь например в своей профессии а с этим что у тебя? ну вообще здесь у меня очень широкий фантом замечательно ну вот сейчас вот школу окончил в последний год поступить в университет и потом на ранней саде ну курс встретил где-то работать помощником какой-то капитал наработать открыть небольшой магазин то есть ты хочешь торговую цельсию? как-то ну да возить из другой страны и ты сможешь не заниматься всю жизнь? я думаю, что так то есть ты будешь возить прямо? ездить будешь? в другую страну? нет, как заказчик ну как, не знаю, участие предприниматель просто это для деятельности с ним а какой пациент? ну такой, если бы спорта еще это был бы, по-моему, если бы не было вы знаете небольшие классы такие 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 различные такие то есть ты будешь расследовать так? ну практически, да потому что у нас на классе пройдет у нас нет ни одного нет такого предпринимателя не вердяется это дает тебе шанс напомнить Если меньше, то конкуренция. Хорошо, так, но Андрей, поделись тоже. Что у тебя с высшей целью? У меня же высший, чтобы не было. Какая? Есть? Давай разберемся. Разберемся. Профессиональный рисунок. То есть это художественное искусство? У тебя сейчас что-то уже есть? Какие-то выставки? Есть. Просто не себя рисуешь? Для друзей и знакомых? Ты хочешь как-то смотреть на свою жизнь? А давно ты занимаешься? Себе. То есть у меня интересный строк. Я не учился, художественник начал делать сам. Я сам что-то там делал, сам был. Но намерен учиться? Ну это хорошо, да. Вы сейчас говорите о природе. То есть вот все, что вы говорили, это было связано с вашей природой. То есть это ваша профессия, возможно. Ваши деятели, это строительство, которые вы будете освещать свою жизнь. И здесь очень важно понять, что она должна быть необычайно интересной для вас. То есть она должна соответствовать вашей природе. Если это деятели соответствуют вашей природе, то есть у каждого человека существует какое-то предназначение. Когда он рождается, у него это предназначение уже есть. И если человек это предназначение начинает исполнять в своей жизни, то он очень часто просто даже об этой деятельности, которой он занимается. Но такое сейчас тоже очень редко можно встретить, когда человек занимается своим делом. Ну встречается, конечно, но не так часто. И когда человек занимается своим делом, то есть делом, которое по его природе, иногда говорят, по душе это дело. И в основном это что-то, как по-другому еще называют, это хобби, то, что мне уже нравится делать. Я еще за этот деньги получаю, вообще замечательно. Но тогда человек счастлив просто от этой деятельности. И можно тоже об этом поговорить, как понять свою природу, как понять свою деятельность и свое предназначение. Но так или иначе это относится к материальной составляющей нашей жизни. Потому что кроме этого существует еще и духовная составляющая. Это наша личная связь со Всевышним. И в Священных Писаниях описано, где это описано, что существуют две обязанности человека. Одна называется свадхарма, а другая санатанадхарма. Сватхарма это все, что связано с предназначением, с нашей деятельностью, с нашим телом, с нашим этим рождением, с нашей профессией. А санатанадхарма это наша вечная предписанная обязанность и вечная предназначение. Это наше отношение со Всевышним. И если мы их не развиваем, рано или поздно, даже если мы занимаемся своими и надеятельностями, то нам станет грузом, потому что мы исполняем вечное наше назначение. Это и есть высшая цель. Можно об этом, если вам интересно разобраться более подробно, а можно еще о чем-то поговорить. Поэтому давайте мы сейчас на этом остановимся и скажите, может быть, что-то вам интересно, что вы можете обсудить. Какая у вас решается? Ну, в принципе, это я мне сейчас это сказал уже в общих чертах. Можно поподробнее? Вот, чтобы это было более понятно, давайте разберем это на таком примере. Вот, например, у тебя есть друзья? Многих? Не сказать, что сколько? Не сказать, что 100 человек. Так, сколько? 50 есть? Нет, 50. Тоже не настоящие друзья. То есть у тебя есть настоящие друзья и ненастоящие друзья? Ну, прям настоящие. Вот давайте, ребятки, пожалуйста, задумываем, здесь тоже у меня есть. Потому что это важно для каждого из вас. Все, мы сейчас разграничили друзья и товарищи, 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 да, с тем, с кем ты поедался, и сказал, привет, 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 мы пошли дальше, да, что-то надеялись. И таких есть тоже, да, таких. А есть еще друзья. И сколько друзей? Как ты назвал? Настоящие? Есть настоящие друзья. Но ты выдающийся личность. Удачный очень человек. Ну, давай тогда дальше будем разбираться. Кто для тебя, кого ты считаешь другом? Почему? Ну, мы с детства с вами общаемся вместе, Россия вместе. То есть единственный друг? Да. А еще? Ну, вот я с вашим не только отличился, а кто для тебя друг, или нет, или другого? Друга, как тот. Тот, с кем можно поговорить, наверное, по тем, который сможет помочь в любой ситуации, даже если... Даже если есть большая возможность помочь, мы будем помочь. То есть друг – это тот, кто тебе помогает в любой ситуации. И ты помогаешь, конечно. Я понимаю. То есть кого ты считаешь другом сейчас, кого ясняю? Это тот, кто тебя понимает? Есть понимание? Замечательно. И он тебе также может помочь, да? В другой ситуации. Мама осуждает тебя? Ну, нет. Не осуждает, не осуждает. Ну, я очень неправильно это сделал, а он тебя осуждает. Придикует. Но не осуждает. Ну, это хорошо. Вот смотрите. По-моему, этот Марк Туна сказал такую замечательную вещь относительно другу. Потому что мы должны понять, кто такой друг. Очень хорошо. Друг вот точно он никогда не осуждит. Если это действительно друг, это сказать настоящее, то он никогда не осуждит. И Марк Туна сказал, что когда ты прав, то все с тобой. Но друг, он даже с тобой тогда стоит, когда ты на самом деле не прав. То есть, например, когда тебя все отвернулись, и все общество, потому что ты сделал какой-то такой поступок, из-за которого тебя все отвернулись, то друг не отворачивается. Почему? 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 Это очень важно, почему друг не отворачивается даже с Эти Азиазом? Может быть, ты знаешь, что очень много значит, что он не будет, только если тебя не станет, то ему будет лучше быть желание. Это эксплуатация. Нет, ну, если, друзья, да, вы думаете на руках, да, если не хватает, вы расходитесь, там, как-то послоитесь, вы чувствуете, что частичка от тебя, она от этого ушла. Им тебе тяжело без него, им тяжело без тебя. И он понимает тебя, он чувствует тебя так же, как и себя, да. И если он насудит тебя, значит, он насудит тебя самого. То есть друг – это тот, как частичка тебя. Ну, это замечательное население, именно такое, основанное на эмоциональной составляющей. Сейчас мы с вами будем разобраться. Что-то скажут. А, Света. Света. Ну, это все они очень сильно похожи, но, вот, если не станет одного из друга, то, если от него один будет, то этот настоящий друг никогда не бросит в беде, будет всегда помогать, если это был настоящий друг. А если этому человеку безразлично, то, значит, ему будет без разницы, как ты себя чувствуешь. Есть такая мудрость – друг познается в беде, да? Да. Это вы как раз об этом говорите. Что, если с вами происходит какая-то беда, то большинство людей, с которыми можно жить в близких отношениях, ну, никакого впечатления не происходит. Но именно друг – это тот человек, который не бросает, который как раз в этот момент понимает, что именно сейчас он должен выступить как ваш друг или подруга и начинать помогать вам в этой ситуации. То есть вы это имеете в виду. Но я спросил, почему друг не отворачивается, когда вы действительно совершили очень отвратительный, какой-то неправильный поступок? И это очевидно. Ну, он должен, потому что он должен вот помочь всеми силами, потому что, ну, исправить эту ошибку как-то вот, и помочь вот этому другому человеку, своему другу, чтобы было у него все хорошо, вот. Вот, не знаю, как бы, как бы, вначале люди должны друг другу помогать им, друзья так тем более. Ну, собрать. Конечно, должны помогать, да? Нет, нельзя. Ирина? Может быть, все, каждый из вас совершают ошибки? То есть человек имеет право на ошибку. Человек имеет право на ошибку, да. Главное понятие раскается, вот самое главное. Если ты понимаешь эту ошибку, тогда, или как бы, я, к честному, ну, ты из себя что-то представляешь, если ты понял, что ты совершил ошибку. А если человек не понимает, что он совершил ошибку, а это очевидно, тогда он любит себя. Он представляет себе это очевидно. Спасибо. Я сейчас, чтобы вам уточнить, чтобы мы четко разбирались, мы пытались разобраться в этом вопросе. Я приведу пример такой, достаточно кардинальный, что какое-то преступление, оно настолько отвратительное, как я сказал, что от тебя отворачивается все люди, все общество. То есть ты становишься из города, настолько разговаривает негативный поступок, как это можно совершить. Представь себя. И если это сделаешь… Допустим, если это сделает Денис, и ты будешь знать, что теперь, если ты с ним общаешься, у тебя в связи с ним, будешь продолжать с ним общаться? Почему? Вот теперь ты должен сказать, что это значит. То есть друг – это кто? Просто если он тебя устраивает, потому что он тебя понимает, то есть только на этом основании. То есть вы с ним можете поговорить о ней даже темах, и вы понимаете, и вы думаете, что там, почему-то разобраться, что если это было так, то когда он существует, даже в любом случае, то есть чем-то надо помочь, какие-то ребенки, это одно дело. Но когда действительно испытания происходят в жизни, а они практически в жизни каждого человека происходят, то вот тут и проявляется на самом деле эти качества. Поэтому я привожу это, чтобы вы знали саму суть, то есть как строить отношения дружеских. Значит, смотрите, существует всего пять видов взаимоотношений, которые имеют. Других взаимоотношений нет, существует. Эти пять видов взаимоотношений следующие. Первое – это нейтральные отношения. Второе – это отношения слуги. Третье – это отношения дружеские. Четвертое – это отношения родительские. И пятое – это отношения возлюбленных. Итак, нейтральные отношения с людьми до стаблина, отношения друзей, отношения родителей и детей, отношения супругов. Знаете же, вы все братья отношения. Я же ничего такого нового не сказал сейчас. Нейтральные отношения понятны? Нейтральные отношения, то есть есть человек и есть, хорошо. Я не правильно к этому отношусь. Слуги и господина – это значит, я кому-то служу, я что-то для кого-то делаю. Ну, мы сейчас о ненависти не говорим, мы говорим сейчас о позитиве. Потому что ненависть – это практически то же самое, только с другим знаком. Поэтому нужно разбираться на основе чего они ненавидят. Например, бывает такое, что они были лучшими друзьями, а потом стали лучшими врагами. Это значит, основано на фальшивой дружбе или это основано на зависти, например. Ну или разные другие какие-то существуют. Причины, по которым мы начинаем ненавидеть других. Хорошо? Давайте сейчас пока что не будем трогать. Вот в позитиве разберем. Чтобы мы разобрали, что такое грубо. Чтобы я смог ответить Андрею на вопрос о своей высшей цели. Итак. Все начинается с нейтральных отношений. Даже когда у матери рождается ребенок, у нее нет сначала любви. Любви нет. В самом начале. Мать. Вот так вот. Нет. Потому что что это за существо? Это какая-то частичка вас или что это такое. Для того, чтобы у вас действительно появилась любовь, вы должны начинать развивать с этим существом отношения. Нет. И на это уходят какие-то моменты. И эти девять месяцев мы уже с ней знакомы. Просто я не знаю. Так что я не знаю. Хорошо. Давайте сейчас разберемся, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ладно. Мы нейтральные отношения не будем. Мы отношения слуги господина. Они основаны на том, что мы уважаем другого, другую личность. Мы его уважаем. Поэтому мы ему служим. Если мы кого-то не уважаем, мы не будем ему служить. И если мы начинаем служить какому-то существу, это то, что вы делаете со своим ребенком, вы начинаете ему служить. Вы начинаете что-то для него делать. И так у вас начинает проявляться уважение к нему. Через какое-то время у вас появляется, но это уже когда он старше становится, у вас появляется к нему доверие. Потому что вначале вы не можете сказать, что у меня к нему доверие есть. Особенно, когда он, например, напысл на вас сидел, или вазу вашу любимую разбил. Или только что обои наклеили, а он фломастерами все изрисовал. То есть нет доверия. Вы не знаете, чего вы от него ожидаете вообще в следующий момент. Но потом, когда ребенок растет, через какое-то время, если вы продолжаете ему служить, то есть в отношении слуги господина, то есть из нейтральных отношений вы переходите в отношении слуги. То есть вы начинаете ему служить, и у вас появляется уважение к нему. Затем это уважение к нему настолько сгущается, что оно перерастает в доверительные отношения. И примерно в подростковом возрасте родители со своими детьми должны начать дружеские отношения. И когда эти дружеские отношения сгущаются настолько, что они перерастают в сострадание, то есть доверие перерастает в сострадание, то это родительские отношения. И потом уже отношения, как между мужем и женой, это высшая любовь. И все эти отношения, они связаны с любовью. То есть это разного рода, допустим, слуги господина это любовь определенная, дружеские отношения это определенная любовь, родительские отношения это определенная любовь, супружеские отношения определенная любовь. Считается, что она самая высшая любовь, то есть она идет сразу за родительскими отношениями. Поэтому, для того, чтобы действительно достичь вот этой цели, почему современные юноши и девушки очень быстро расходятся, а потом они расходятся? Почему все они сейчас слушаются? Потому что они не прошли вот этих стадий. Потому что раньше, например, сто лет назад, это происходило таким образом, что сначала они служили друг другу, развивали отношения, то есть уважение друг другу. Значит, девушка служила своему юноше, своему избранному, а он служил ей. И так они развивали уважение. И это происходило, происходило, происходило какое-то время. До такой степени, что у них перерастает в доверие друг другу. И у них становятся дружеские отношения. Ну и так далее. И потом только достигаются любовь. А если мы вчера встретились, и сегодня мы уже полюбили друг друга, и вчера уже встретились, и сегодня полюбили друг друга, то он, скорее всего, послезавтра уже разлюбил друг друга. Вот это я имею в виду. А что касается привязанности к ребенку, который находится в условии, то это животный инстинкт, это часть меня просто. Здесь не идет речь о любви, это некая привязанность к какому-то существу, который является частью меня. А она мне дорого, это существо. Но любовь, я вам сказал, что вы вышли до внимания этого слова, это немножко другая вещь. То есть природный инстинкт привязанности, потому что даже животные, они очень привязаны к своим детенышам. Они их защищают, они их оберегают. Но мы говорим о высшем правиле людей. Но это... Мы отверглись. Это наука, на самом деле, которую, опять же, ни в каких школах, ни в каких учебных заведениях практически сейчас не преподают. Но это наука жизни. И она необходима, чтобы человек, поскольку он человек, он разбирался в этом. А иначе он ничем не отличается от животного. Потому что у животного есть склонности. Четыре вида необходимости. Это еда, совокупление, обороты и сон. То же самое есть и у человека. И этим они ничем не отличаются. Точно так же животные спят, они совокупляются, они обороняются. И они точно так же едят. Это их необходимые потребности. Но чем человек отличается от животного все-таки? Вот чем? Вот в этом очень важном вопросе. Это то, что человек может постигать высшую цель жизни. Он может идти выше, он может развиваться. Потому что иначе люди остаются просто рафинированными животными. Они просто еду, сон, обороты, совокупления таким образом устраивают, что настолько комфорт повышается, планка комфорта, что они просто потом сводят с ума. Как мы знаем, в самых развитых странах, таких как, например, Швеция, там, в упорном, очень огромное количество самоубийств, просто люди сходят с ума, потому что они не выполняются в предыдущении человеческой жизни. И настолько плохо становится, что им легче убить себя, чем продолжать жить таким образом. И сейчас это все больше будет в этой стране так же происходить. Поскольку сейчас практически то же самое на Капиво-Западе, мы разрываемся внешне через комфорт, через наслаждение чувств, основная наша идея в том, чтобы наслаждать чувства всеми возможными способами. И поэтому люди начинают деградировать и становятся все хуже и хуже. Это другая совершенно тема, опять же. Вот. Мы сейчас говорили о дружбе. И вот поэтому нужно понять, что ты к нему будешь относиться к Денису по-прежнему только в том случае, если ты не рассматриваешь вот это тело, ты рассматриваешь вот это личность как душу. То есть ты к нему привязан как к личности, как к душе. А не потому, что, например, нравится, что ты его тебя понимает, например, или вы на одном языке говорите и так далее. То есть вот эти внешние вещи, потому что в какой-то момент они могут перестать. Например, он пойдет учиться на военном и посвятит свою жизнь к воинскому делу, а ты, допустим, будешь художником. И, может быть, у вас с кем-то, в общем, уже не будет, потому что у вас будут свои семьи и так далее. И поэтому, в основном, дружба распадается, когда есть юношеская дружба, а есть потом взрослая дружба. И в взрослом возрасте очень редко можно друзей не встречать, что в поводу взрослого человека есть настоящие друзья. Это уже достаточно редко встречается. Как раз в таком возрасте, как у вас сейчас, это часто встречается. Практически у каждого есть друзья какие-то и подруги. Правильно? Есть же? Когда они дружат уже у взрослого возраста, это ли это бывает. Потому что там уже свои дела, все свое. Но почему мы можем оставаться, друзья? Именно потому, что мы не хотим эксплуатировать этого человека. Мы не хотим его использовать. Потому что он чешет мою спину, поэтому я чешу его спину. То есть, если он сейчас тебя понимает, то ты рад ему. А ты, представь на тебя, перестань на меня. Что ты говоришь вообще? Я сейчас начал какие-то книжки по идее читать. Мне вообще не нравится то, что я раньше о чем-то думал. Ты сразу растеряешься, не будешь знать, что теперь делать. Теперь есть у нас муж был или нет. Он увлекся каким-то новым какой-то идеей. А тебе она непонятна? Тебе ли неинтересна? Сможете ли оставаться? То есть, нужно разобраться в этих всех вещах, чтобы понимать, в чем все-таки основная идея. За что я могу называть кого-либо своим другом. И как ты сказал, настоящие друзья, ты знаешь, они очень такие вот люди. И поэтому, прежде всего, это должно быть основано на доверии. То есть, дружба основывается на доверии. А до этого, чтобы развить доверие, он обязательно тебе должен служить. Это ему должен служить. Или, если ты грешен не помогает в беде, он мне это, это, это делает. Все вот эти вещи, составляющие, развивают уложение к нему у тебя. А после этого он перерастает в доверии. Потому что, почему ты можешь доверять на стороне всего? Такого же не бывает. Вдруг познается в беде. Или ты пошел с ним в разведку. Почему я пойду с тобой в разведку или не пойду? А потому что я ему доверяю. Потому что я знаю, что если он увидит, что меня оставляют, он прикроет меня своим телом. Есть такие сейчас отношения? Мы же были. Нет, есть. Могут встречаться, да, редко. Мы редко. Мы не висим. Вот это настоящее нечто. Но тогда мы говорим о каких-то других составляющих. То есть, мы сейчас, если мы дружба, это очень-очень большое доверие. То есть, ты ему доверяешь настолько, и у тебя есть основания доверять. Ну, просто я ему доверяю, я вчера встретил, я ему уже доверяю. Это сентимент, это будет. Ты должен в этом убедиться. Точно так же и внизу должен убедиться, насколько ты действительно его друг. А тогда какие-то испытания нужно вместе пройти. Это важная составляющая для мальчика, чтобы проходить трудности разные. Различные виды трудности, очень разные. Трудности физические, трудности умственные, то есть, трудности на тонком плане. Трудности интеллектуальные какие-то. И трудности духовные. Все эти виды трудности мальчик должен проходить для того, чтобы стать мужчиной. И это то же самое происходит в отношениях. И нет никаких гарантий, что наш лучший друг от нас не нашлют. Никакие гарантии нет. А если ты его девушку отобьешь, он всю жизнь на тебя обидится. Хотя он был твоим другом, он такой часто бывает в жизни. Как ты будешь себя вести? Или он это? Непонятно. Я не знаю. Андрей, может с этим согласиться? Могут какие-то странные вещи произойти неожиданно, которые ты вообще не ожидал. Однажды один из моих учителей сказал мне, что наступит время, и твой лучший друг первым тебе нож в спину. И он говорит, что он был твоим другом. Я подумал, что бред просто какой-то. Могут такое смотреть, что бред. А потом я в этом неуделся. Свою жизнь. Но это после бумага, конечно, нож в спину, но в общем, там подставим, еще что-то. Этот мир, он неоднозначен совершенно, поэтому без высшей цели здесь буду выжить. И теперь мы обращаемся опять к высшей цели. И так, я вам точно говорю, что есть ваш действительно лучший друг, который никогда вас не оставит ни в каких условиях. Он никогда вас не подставит, он никогда вас не осудит. И он всегда будет с вами. Это личный Бог, который находится в сердце каждого. И он знает о вас все абсолютно. Это духовная составляющая, которую почему нам сложно говорить, потому что мы материалисты. То есть мы материальные условия. Потому что изначально, хотя мы духовные существа, но сейчас мы материальные условия. И поэтому мы не можем введить этих отношений. Но я знаю, что каждый из вас знает, что он сам у вас есть. Это тот, кто всегда вас заботится. И тот, кто всегда вас защищает. И даже когда с вами происходят какие-то очень-очень-очень нехорошие вещи, почему часто люди говорят, что если бы Бог был, то какое безобразие бы он не устраивал. Ну, как мы можем допустить такое безобразие, которое происходит в этом мире. Да? Говорят, это люди. Но у нас здесь нужно понять как раз, что мы... Это наш выбор. То есть то, что с нами происходит негативно, это мы когда-то сделали. Что-то такое, что теперь нам это отвлекается каким-то негативом. Это наш выбор, это наши поступки. Поэтому, если мы правильным образом живем, то этого никогда не было никаких какого-то негатива. О чем мне это говорить? Если ты делаешь зло, то тебе не может принять. Если ты делаешь закон, то ты будешь обращаться. Да, это вселенский закон. Вселенский закон кармы. Карма – это деятельность. То есть, что посеешь, что вожмешь. Иисус так же сказал. То есть, ты же делал, то и получаешь. Поэтому, если мы пожинаем бурю, значит, мы посеяли бурю когда-то. Вот. Это другая тема. Вот. А если говорить о самом-но-но лучшем друге, то это как раз верховно личный бог. О мой самый лучший друг. И в этом нужно убедиться. Это нужно распознать. Но если вы будете об этом думать, если вы будете в своей жизни стараться его видеть, то вы начнете его видеть. И это тот не оставит нас никогда. Потому что, когда вы умрете, эта дружба закончится между вами. Если она даже продлится на протяжении всей жизни. Но верховно личный бога, он остается с нами из рождения в рождение. И даже если мы интегратируем до животных образов, до животных форм жизни, то он остается с нами. Он продолжает нас вести. Он продолжает оставаться с нами. Он продолжает нам давать все, что мы желаем. И с покон веков он исполняет желание каждого. С незапамятным проблемами. И это лучший друг. И моя высшая цель состоит в том, чтобы обрести отношение с вами. Творакор, который говорит. Как тебе такая цель? Интересно? Она по-настоящему. Ну вот, по-другому. Может, еще какие-то вопросы есть? Насколько нужно занять вообще мозг и вообще физическое воспитание для юношек, мальчиков и девочек? Ты же сказал, что здесь. Понял? Что мне понадобилось занять вообще физическое воспитание и единоборство в том числе? Я понимаю, физическое воспитание для юношек и девушек. Мы сами туда ехали, я вам спросил, какая аудитория. Вы сказали, что будут родители, будут учителя. Но это одна тема. Потому что, поскольку у нас, если вам ученики, то я не стал этим этим касаться. Но если это вам интересно, то, конечно, в кухне будет стоять. Но, может быть, и ребятам тоже интересно, в кухне. Необходилось, конечно, есть это и необходилось. Но мы возвращаемся к тому, что существует четыре сферы человеческой жизни. Это физическая сфера, это интеллектуальная, это эмоциональная, это духовная. Всего четыре сферы. Нет другой какой-то сферы в нашей жизни. Вот их четыре всего. И, например, если гармония в этих четырех сферах, то человек развивается очень гармонично, и он удовлетворенно счастлив. Если какие-то крены, зачастую они как раз и происходят, то люди несчастные остаются. Иногда даже есть духовная составляющая, физическая, интеллектуальная. Нет эмоциональной составляющей. То есть нет человека, который меня понимает, я бы ему высказался что-то, а он меня послушал, а потом бы я ему что-то рассказал. Какого человека, например, нет. Хотя я занимаюсь и духовно, и в церкви, и, я не знаю, и интеллектуальную развиваю, и физическую, и, по-моему, у меня классная. А нет эмоциональной, например, нет духа. То есть это говорит о том, что все четыре сферы человеческой жизни должны развиваться. У нас, например, в школе двоих, мы как раз стараемся, чтобы эти все четыре сферы человеческой жизни, они гармонные шли. Вот это физическая составляющая. Это для подростков, для ребят это очень важно. Потому что очень много энергии, и мы ее нужно использовать. И в этот момент нужно обязательно. То есть вот у нас, допустим, с разными пробежками, каждый день занимаемся подкачкой, каждый день занимаемся какие-то навыки единоборств для того, чтобы физическая составляющая, то есть для того, чтобы в этот период, когда очень много энергии, он креп человек. Если этим не заниматься, то в основном сейчас этим очень мало кто занимается. То есть он каждый день зарядка вообще. То есть он каждый день зарядки. И ты сам это все организовал для себя? Да. Или у тебя папа? Да. А папа? Ну смотри, видишь, у тебя хватает сил и воли, чтобы организоваться и делать это каждый день. Но из твоих сверстников, например, одноклассников, ты уверен, что каждый так делает? Никто так не делает. Никто так не делает, это очень похоже на реальность. То есть физическая сфера у них не разговаривается. Вот мы шатаемся, вот мы проснулись, вот мы встали, вот мы вошли, вот мы занимаемся, вот мы знаком сели, вот мы туда, вот мы это вот. Ну то есть чем-то мы занимаемся в течение своего дня. Ну там, когда мы ходили в школу, еще куда-то там, в общем, надо углублять события, ты сам все знаешь. Вот и физическая сфера по этому страдает. То есть человек не разговаривается. Поэтому столько много болезней сейчас, особенно вот в этом подростковом возрасте, в детском возрасте, очень много необычайнейших. Все очень хилые и трудосочные. Современные дети как мальчики, как и девочки. Вот, но физическая составляющая очень важна, поэтому этому нужно уберять очень много внимания. Очень большое внимание можно уберять, особенно. не забывать про национальную составляющую. Если есть физическая составляющая, а это значит, что прежде всего это физическое тело, его нужно питать. Это правильное питание. Потому что если неправильное питание, то почему много очень болезней? После 30-40 лет людей очень много болезней. Потому что в свое время они неправильным образом прежде всего питались под разные составляющие. То есть питание должно быть. Питание – это то, из чего тело состоит. Мы кладем внутрь какие-то продукты, а потом они перестают через… начинают перевариваться, потом гимна, плазм, потом кровь, потом мышцы, там уже в кости. Все это переходит, и это тело формируется с того, чего он летит. И так же все органы, они формируются из-за этого. Но там другие еще составляющие есть. Но питание очень важно. Это физическая составляющая. Поэтому питание. Во-вторых, крыша над головой должна быть. У меня должна быть какая-то своя комната, допустим, если я старше маленько. Или там я проживаю там, у меня есть какой-то уголок, где я должен там часто заниматься. Фактически составляющая, это очень-очень важно. Если мы живем в коммуналке, например, там постоянно вот так вот люди ходят. И мне даже негде приткнуться, а мне надо в школе уроки делать. То это тоже, ну, хромает физическая составляющая. Так же можно тело поддерживать. То есть то, о чем мы говорим, это зарядка. Это тоже ежедневное поддержание тела. Ежедневное. Каждый день. Мы же каждый день спим. Мы же каждый день едим. А почему мы не каждый день занимаемся физическими упражнениями? А когда ты разогнений, мы вообще не занимаемся. Это надо так же делать. Потому что это кажется неважным. Потому что без питания мы совсем не смогли. А без физических упражнений мы можем вроде бы нормально. Но это потом обновится через какое-то время. И так, это все физическая составляющая. Она, конечно, необходима. Если мы занимаемся единоборствами, то мы должны быть обводим формы. Потому что зачем мы не занимаемся? Зачем наши ребята, которые ходят к вам на занятия, Зачем они занимаются? Какая работа цель? Ну, по-разному. Кто-то занимается, ну, просто что со сверстниками сложно там в отношениях. То есть, ну, как бы уверенность. Чтобы обороняться? Ну да. В принципе, в большей части так. То есть, кто-то занимается для того, чтобы он просто физически сильнее. То есть, что у нас некая поверенность, поверенность. Не для защиты, а для самовтверждения. Потому что в силах, которые у нас поверенность. И все. Кто-то профессионально. Смотрите, это очень, ну, профессиональное наборежье, да? Ну да, редко. В основном. Кто-то посвятит этому жизнью, это очень нечасто встречается. Не будет. Вот. Ваня. Да? Да. Вот. Не надо больше, кто. Кто-то еще есть? Есть еще? Не знаю. Вот. Поэтому. Ну, сейчас вы на этот вопрос ответили, мы можем видеть, что это очень такая узкая, то есть, часть жизни всего лишь человека, да? Какая-то. Я хочу самоутвердиться, я хочу защищаться, чтобы не мог. Ну, может даже кто-то хочет нападать. Может быть. Да. То есть, каким-то я хочу быть агрессивным, но он прям сильный, то я хочу что-то из себя представлять. Поэтому я буду какой-то техникой обладать, и поэтому я смогу нападать, например. И вести себя агрессивным. Ну, тоже таких обычных. Немного людей. В основном все хотят защищаться, но это самоутвердиться. Хорошо они это делают, но это какая-то часть всего лишь жизни. Это, конечно же, необходимая составляющая, но должна быть гармония с остальными, направлениями жизни, с остальными, с остальными этими проявлениями жизни человека. Которая уже перечисляет эмоциональная составляющая, интеллектуальная, духовная. И так они все четыре должны быть. Если вы знаете этот секрет, и вы в гармонию приводите все эти четыре составляющие жизни, то вы будете счастливым человеком. Это жизнь. Все больше и больше есть правильное дело. Поэтому, конечно же, это необходимая физическая составляющая. Но разделенное должно быть обучение. Всегда обучение было разделенным, раздельным. Мальчики занимались одним образом, а девочки – другим образом. Совершенно разный подход, совершенно другие уровни. Совершенно другой менталитет. Там все разное, поэтому совершенно по-разному. Это то, что сейчас всех уравняли, и всех вместе собрали. И последствия сейчас есть в этом обществе. Потому что, по идее, девочка не может понять мальчика, а мальчик – девочку. Или мужчину – женщину, например. А не потому что у них разный менталитет совершенно. И они сходятся только на основе того, что им что-то обоим интересно. Скорее всего, это связано с наслаждением чувств. И после того, как они это удовлетворяют, они потом расходятся, они не понимают. И когда они, тем более, вместе начинают жить. Прямо в одной квартире. И прямо один день, не два, а неделю вторую вообще, потому что они расписали в ЗАГСе. То это страшно, что это начинает происходить. Вот они это понимают. Но я немножко утрирую, конечно. Но я думаю, старшие люди догадываться, о чем они говорят. Просто потому что мы не понимаем даже природу друг друга. Не говоря уже разных разных других составляющих. Вот поэтому обучаться они должны раздельно. Потому что для одних должно быть одно обучение. Например, мальчик обязательно трудности тоже преодолевает. Вот у нас мероприятие постоянно преодолеть по преодолению трудностей разных. И таким образом я оформлю стержень. И тогда я смогу это развитие разума. Если нет дисциплины для мальчика, но и для девочки тоже дисциплина. Там совершенно по-своему. То тогда не развивается разум. Если не развивается разум, то мальчик остается... Хоть достоинство мужчины, он остается ребенком. Потому что разум не развивается. То есть он на сентиментах остается. А для девочки это нормально. На сентиментах оставаться. Им на эмоциях. Потому что такова ее природа. Потому что мужчина должен ее защищать. Она должна чувствовать это. Полную защиту от него. И тогда она ему выдается как мужу. А если у него этого нет. А женщина это тонко чувствует. И девушка даже тонко чувствует. Что этот человек меня никогда не защитит. И не позаботится обо мне. Он даже денег-то не может нормально заработать. Потому что мозгов у него нет, например. То она никогда ему не предастся. А это значит их неотношения. То есть будут постольку поскольку. Пока они какие-то там. Но потом они скорее всего тоже не останутся. Вот. И это все вытекает из того, что просто. Безграмотность в обществе относительно этих вопросов. Поэтому мы сегодня с вами немного об этом говорим. То есть у мальчика. У мальчика в вашем мире вот строго дисциплина. Как иначе они не должны воспитываться. Иначе это не воспитание. Чем строже и чем больше он преодолевает трудности ежедневно. Чем меньше был в жизни комфорт, а больше аскезы. Тем он становится сильнее. Тем у разум становится сильнее. Тем он наблюдает стержень. Тем у него появляется боль. Тем он появляется дух. И он что-то из себя представлять может. И тогда он становится лидером. То есть он в любой ситуации выйдет из каких-то сложных условий. Он в любом случае будет защищать. То есть он будет поддерживать. Он будет поддерживать самого себя прежде всего. Он способен это делать, он будет поддерживать свою семью, своих детей, жену и всех остальных родственников. Он все это будет делать, он будет поддерживать весь мир, в конце концов, защищать весь мир или эту страну, по крайней мере. Или весь мир даже. Необходимо, кто-то определенный график, расписание, расписание дня, каждого дня на всю неделю. И придерживаться, что могу или могу, хочу или хочу, через слезы, через что-то, какие-то. Через не хочу, но... А кто может сантитет? Сы. Ага. Оба там бегают? Угу. Сколько? Ну, а кому 9, кому 3. 9 и 3, и сейчас кому 9, он заботится, а там кому 3. Вот, молодец. Ну да, правильно вы говорите, через не хочу, через не могу. И слезы, и... То есть вы их воспитываете или папа? Ну, это неправильно. Потому что мужчин делают мужчины, а женщин делают женщин. Но если хочется... Обязательно быть героем, что можно пример кого-то иметь реальный перед глазами. Кто это? Может быть, это тренинг? Может быть. Может быть, это отец? Может быть. Но он должен быть, этот пример. То есть тот, кто будет делать из него мужчину. Если вы будете его просто приказывать, он не будет, во-первых, вас слушать, скоро будет. И сейчас, наверное, уже это происходит. Ой, добивайтесь все-таки своего, даже если он протестует. Ну, в общем, это нарушение в обществе. Мальчиков должны воспитывать мужчины, а девочек должны воспитывать женщины. Потому что воспитание – это передача качеств. Воспитание – это никакая-то теория. Это не то, что мы в школу пришли, нам чего-то рассказали. То, что я вам рассказал здесь, это вообще, то есть с моей стороны, это не воспитание. Я вам рассказал какую-то теорию допустим. Сейчас мы разойдемся заниматься своими делами. Для того, чтобы воспитание продолжалось, например, у таких юношек, это должен я с ними жить буквально. Я должен с ними жить с утра на вечер, круглосуточно. Мы должны все вместе делать. Я должен передавать свои качества. Мы должны устраивать мероприятия. Вы правильно говорите о режиме дня? Да. Это организация. Это то, что должны взрослые организовать для детей. Они не могут цельно это сделать, организовать. У них нет никакого помощи. Они должны организовать все. Если вы это делаете, конечно, как наибольшая выгода, есть невыгодные сделки, как бы, ну, я выражаю почтение свое. Но по поводу качества, насколько это будет качественно, нам ничего не было гарантировать. Потому что это немножко по-другому все-таки расхожешься. Это идеально. Как что-то еще, ты сказали, что, допустим, к окончании школы, к 12-й годам, когда он может определиться, не знать, к чему он хочет в дальнейшей жизни, в каком-то смысле. Он должен понять, каково предназначение, каково предназначение. Он должен, как ранее, понять себя, что ему нравится, что ему не нравится. Вот как помочь ребенку, вот, понять это. Ну, разный способ. То есть, какая была новость, когда ему предназначение. Какие-то братья мужики или несерьезные, там, находящиеся, каково предназначение. Ну, да. А нужно рисовать еще что-то. Один из способов, да. В основном это наблюдение. Можно гороскоп сделать, можно нумерологию посмотреть. Можно отдавать в разные кружки и секции. Но, в основном, это все равно наблюдение. То есть, мы наблюдаем. Но, опять же, не то, что он в квартиру приходит и уходит. Он должен в обществе находиться. Мальчик должен находиться в обществе, взять. Также, в принципе, и девочка. То есть, в коллективе он будет раскрываться. Если он только приходит к вам домой, то есть, в квартиру, там, с мамой, с папой, как он находится, он не будет раскрываться там. Почему он говорит, я хочу погулять, можно погулять или погулять? Гуляет у нас? Хочет погулять? Мама, можно и погулять? Гуляет у нас всегда. Иногда? Иногда. Иногда не особо. Ну, то есть, а почему, что он делает, если не гуляет? А, ну, сейчас же компьютер. В квартирах, да? В квартирах, да. В основном, да. Они сейчас все меньше и меньше гуляют. Но раньше постоянно гуляли, потому что компьютера в квартире не было. Телевизор показывали, что-то там, часов пять всего лишь в день. Было два канала. Один канал три часа, другой пять часов показывал. Вот. Поэтому чего там дома сидеть? Поэтому мы на улицу всегда стримим. Сейчас все меньше и меньше, но все равно погулять. То есть, я хочу куда-то пойти. Я хочу учебникам заниматься. Почему это будет в том, что мне здесь с нами не интересно? Потому что он не может с нами на языке разговаривать взрослых. У них, потому что сложно за кого-то. Он должен на самом деле все разговаривать и развиваться. То есть, он должен находиться в коллективе. В этом коллективе он развивается. Но если вы его не видите в этом коллективе, как вы поймете, какова природа? Хиборсия. Очень трудно это сделать. Смитрий. 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 В семье тут бывает, что женщина идет главным в семье, а мужчина он... Бывает, и это постоянно происходит. Да, в семье это так происходит. Ну и что бы, например, делать так. Вот это вот семья, например, она работает, а он дома сидит. Он кем-то? Мужчина. Мужчина, жена, да? Жена такая... То есть вы просто папу говорите? Нет. Я просто... Образно. Да, вот. Он, например, дома сидит там, да? Кушать варит, убирает. Нет, я не считаю. Он варит кушать? Да. Он дома сидит, согласен. Он еще говорит, кушать, еще убираю. А может, это все и женщина делает. Ну, а женщина, наоборот, работает. Деньги в дом несет, да. А он, наоборот, там, как по дому хозяин, и хозяин котят. Домо хозяин. Да. Вот, и вот, и к примеру, не хребезы, ребенок, да? И что вот этому ребенку делать, да? Чтоб потом эту женщину, например, встать, да? Вот вы говорите. И вот, получается, если вы говорите, что мужчина должен воспитывать мужчину, да? А если вот это домохозяйка, да? А женщина, наоборот, такая строго. Что вот этому ребенку, он же должен как-то вырасти? Называется Бархасанка? Нежеланное потомство. Если мама играет роль папы, а папа играет роль мамы, где он родился, допустим, мальчик. Скорее всего, в районе Бархасанка играет роль папы, но, скорее всего, он должен стать ролью мамы, как в своей жизни. Это очень распространено сейчас. Почему женщины говорят, что мужиков нет золота? Это же так, на самом деле. Но их нет, потому что нет воспитания участков. Или единицы. Это я в каком-то кино случайно буквально увидел. Одна женщина, другой девица. Они сидят с подружкой и разговаривают. Ты знаешь, что мужик сейчас в туалет, он либо занят, либо пол дерьма. Ну, либо плохой, либо занят уже. Если хороший. Но все реже я держу. Хороших может быть. Ну, да, я же. За эти перспективы прекрасные деньги у вас расслабляют с этой жизнью. Ну, так все равно же находятся те, кто любая. Любая, любая, помогая. Да, конечно, тоже они же должны быть женщину, которая его выберет. Ну, как он ждет, он же выбирает, да? Как бы, и как стать вот этой женщиной, которая идеальная? Надо воспитание должны получать с пятилетнего возраста. Как у мальчиков, так у девочек. Должное воспитание. Ну, все равно основная причина – мужчина. Потому что женщины, как и слова, они предадутся уже. То есть они предадутся мужчине, если это действительно мужчина. И они будут служить ему всю жизнь. То есть они все для него сделают. Потому что он ее действительно защищает. И он действительно о ней заботится. И он о своей семье заботится, потому что у нее мужские качества. Даже не в зависимости от того, какая женщина. Ну, какая же мы ее любили. Ну, я не знаю, мужественный характер. У мужа мужественный характер раньше. Это не важно. Это нормально. Лишь бы ее характер был не сильнее, чем у мужчины. Ну, это уже связано с браком. Все это… Вас это сейчас уже интересует. Ну, это важно все равно понять. Для вас это уже давно, не надо знать. Лет с двенадцати. Вот у нас обручение было в нашей школе. Где-то месяца два назад. Юноша восемнадцать лет, а девочка двенадцать. Вот они были получены. То есть это помолвка была. И теперь эта девочка, она точно знает, что вот ее будущие. У мужа. И она ни о чем не беспокоится. Классно же. А наша школа такая. Ну, конечно. Шальница девочек вырастет. У нее могут стать другие интересы. Какие другие интересы? Что вы имеете в виду? Ну, люди же с годами меняются. На переходном возрасте. То есть они... Ну, они в год, назовем, вот такие. А... Через 20-24. Ну, вы видите, вы сейчас говорите об обменах, как раз, которые существуют в этом обществе. Потому что на чем вы основываетесь для того, чтобы обзвести семью? Что он красивый. То есть какие интересы? Что вы имеете в виду? Характер. Характер. Ну, что вы имеете в виду под характером? Ну, чтобы он мог защитить. Ну, это мужские качества. Если у мужчин они есть, то они и есть. Ну, он мог. А характер – это характер, это другое совершенно. Характер – это сентиментальная позиция. То есть сегодня он и такое настроение, например, завтра и такое. И вы будете постоянно менять это отношение к нему, что ли? Ну, действительно, да. А если вы обзаведете семьей, вы уже расписались с ним, а время идет, и он опять другим стал, что вы будете делать? Расходить за сроком. Ого. В общем, все. Такая письма у вас проникает? Нет. Вот. Поэтому мы должны понять, что мы основываемся не на тех основах. Потому что нужно базироваться на разуме, а не на эмоциях. На знаниях, а не на эмоциях, а не на сентиментах. То есть если это мужчина, который меня защищает по жизни, всю жизнь, у него есть мужские качества, я ему просто предаюсь и мы начинаем взаимодействовать. То есть это наше сотрудничество. То есть я служу ему, а он служит мне. И там нужно прежде всего развивать уважение. То есть сначала нужно служить друг другу, чтобы развить уважение друг другу. И потом доверие. И любовь будет когда-то потом, она придет однажды. Но вот такая уже супружеская любовь, вестительность. А отношения, вот эти дружеские, уважительные отношения, это уже каково-то, как я уже сказал, каково-то какая-то любовь нельзя через это решение. То есть мы должны не на этом основываться. Ну, как, например, в нем профессию выбрать, ну, как понимать учебники, я в каждой мере тоже характер выбирать. Например, каково-то люди? Характер меняется. Характер обычно не меняется. Но если он, допустим, какой-то профессиональный, я не знаю, что бы иметь. Личность все равно же остается личностью. Правильно, так было повсеместно. То есть, если, допустим, юноши там лет 15, 16, 17, 18, он уже может быть помолвен с девочкой, которая лет 9, 10, 11. Когда она знает, что ее муж, вот этот человек, вот этот парень, то она перестает беспокоиться. Потому что, прежде всего, в чем юноши должны защищать девушек или мужчин и женщин, это защищать от их собственного ума. Потому что очень сложно женщине делать выбор. И она, поскольку она на сентиментальном уровне находится, на уровне эмоций и чувств, потому что живое существо, получившее женскую форму жизни, она реализует эмоциональный и чувственный принцип. То есть, женщина-мать, она эмоциональный и чувственный принцип реализовывает, вот эта душа, получившее женское тело. То есть, вот это вот материнские ее чувства больше. То есть, она вот заботится о своем ребенке, она рожает детей, она как мать выступает. А мужчина все и всему там покровительствует, это его роль. Это, ну, в роли надо просто расставить правильным образом. Почему люди несчастливы, когда они разводятся? Почему они ругаются так быстро? Почему они разводятся? Потому что они знают ничего этого. То есть, вы будете знать и делать хотя бы в какой-то степени это правильно, то тогда будет все в порядке. Итак, мужчина защищает женщину от собственного ума, потому что женщина не знает, какой выбор был. Может быть так, может нет. Она постоянно беспокоится из-за этого. Или, например, у вас есть жених? А это означает, ваша задача его найти, правильно? А посмотрите, сколько это по нам вообще. Да? Правда же, смотрите. Надо же перебрать всех. Да, может быть и этот, может быть и этот. Так, ну, как перебрать? Это же надо себя привести к тому уровню, чтобы ты чувствовала, что ты себя что-то скажешь. Ну, как? Если человек себя ничего не представляет, его начинает выбирать, то как можно выбирать? Вам что не может выбирать? У меня тоже нравится. Правильно. Поэтому мы начинаем китоволи играть, да? Что-то из себя строить. Что я вот такая, я вот такая. Ну, не давайте я и говорю, что вы меня. Вот. Вы вообще этим заниматься не должны никого выбирать. По идее это родители даже сделали. То есть более мудрые люди. Которые знают точно вашу природу. Которые знают действительно, к чему вы склонны. Которые знают ваш характер. Которые знают ваши качества. Я не знаю качества этого юноша. Они знают, что они сойдутся. То есть у них будет общий язык. То есть они будут говорить об одном. То есть в жизни им будет легко. Это делается со стороны. Но ваш выбор на основе чувств. То есть нравится, не нравится. Мне нужно ему понравиться. Мне нужно, чтобы он тоже мне понравился. Так это. Что значит понравился? Как это вот часто там какие-то есть, не знаю, анекдоты. Какие-то такие, что типа она была накрашенная, а потом когда уже не стала накрашена, то она их не узнала. Три минуты в подробности отдаваться, но так и прочих чертах. Жена взяла противоказово на ждать. Я ему подходит. Говорит, я чем-то изменилась. Он смотрел, смотрел. Говорит, пробежка любящих. Чувственный принцип вот этот. То есть на чем мы основываемся? На каком-то лице, что ли? Которое будет меняться, будет старение, будет еще как-то изменяться, еще будет как-то то, другое с ним будет происходить. А характер что вы имеете в виду? Он добрый что ли? Он злой или чего? И не имеет характера. Это качество личности. Понимаете? Поэтому если он мужчина, и у него есть мужские качества, то нужно на него полагаться. Вот и все. Проблема-то в том, что сейчас очень редко встретишь все личные с мужскими качествами, потому что утрачен принцип воспитания в обществе. Мальчики остаются мальчиками, вырастая остаются мальчиками. Совершенно правильно сказали, что он сидит дома, потому что он ни на что не способен, у него нет даже стержня своего, он как лидер он не проявляется, он не может заботиться о ком-то, потому что он себе даже не может заботиться, потому что у него не было должного воспитания опять же. Встречаете вот таких вот детей? Или молодых людей? Или мужчин уже? Вот, и все на этом он справляется. Поэтому вам нужно как раз думать о том, чтобы найти, чтобы если это был мужчина, то есть это был правильно воспитанная личность. Поэтому он вас никогда не бросит, он будет о вас заботиться. Он будет вашим лучшим другом, вы будете постоянно о нем заботиться. И это будет семья тогда. Но женщина, также хранительница очага, она должна атмосферу в квартире создавать. То есть если она думает о муж, она эмоционально составляющая его, она создает эту атмосферу в доме, тогда тоже помогут все в порядке, то есть там вот это есть гармония. То есть каждый играет свою роль. Какую роль играет мужчина, какую женщина? В семье. Надо тоже это знать. Я не могу же все это рассказать, это бесконечное знание. Это очень много составляющих. Но я стараюсь говорить о основном принципах. Чтобы вы поняли, в чем же все-таки эти принципы, в чем у меня снова вырос. Можно с этим согласиться? Какую женщину? Можно подумать о ней еще? Светлана как? Нет. Нет доверия у горушки к юноше, который, она видит, что не сможет ее защищать, она не сможет поддерживать семью. Нет. Нет доверия. А они видят, что они легкомысленные, что они скорее всего том будут сидеть. Ну или там гонять по своим делам. Интересы другие будут. Просто наслаждают чувства. Что это не мужчин, у них нет чувства долга. Чувство долга – это высокий уровень. И вот этому не хватает в своем обществе. Просто потому, что нет воспитания должного мальчика. Поэтому они остаются, как бы, у них женская природа. Потому что ребенок, который рождается, не женская природа. Мальчик, девушка – не важно. У каждого человека есть женская природа и мужская. У мужчин есть женская природа. У женщин есть мужская природа. Но они там должны быть гармонными находиться. Например, у мужчин есть тоже женская природа. Они, например, иногда проявляют эти сантименты. Например, мужчина может заплакать, да? Может такое выразить? Мужчина как? Может такое выразить? Да, может, потому что женская природа есть и мужская. просто не то должны правильно сбалансировать вот и когда ребенок рождается и потом чтобы сделать чтобы из мальчика получится мужчина нужно очень много усилий тогда он станет мужчиной и поскольку сейчас это называется воспитание с 5 до 15 лет поскольку сейчас этот принцип утрачен то вот эти вот мальчики остаются как бы девочки то есть они остаются на уровне чувств а девочек не надо сильно воспитывать а другая совершенно структура и подход вообще другой структура сознания природа условности скажем так поэтому там другое совершенно то есть именно через трудности проходили как мужчина чтобы стать мужчиной мальчик поэтому и по-разному и если мальчиков не воспитывает у них остается женской природы нет расдерживания и мужских качеств поэтому вот это то общество которое вы сейчас можете видеть перед собой можно с этим согласиться у вас опыт есть саша у меня вопрос где сейчас брать вот этих квалифицирован уже нет как женщина в школе пиво диван телевизор потому что женская природа упадает потому что не получил нужного воспитания Мужчины не рождаются, мужчинами становятся, их нужно обрести и нужно огромных вложить в них, чтобы они стали мужчиной. И вот, кстати, насчет единоборств. То есть, если даже мальчик занимается единоборствами, это не значит, что у него мужская природа развивается совершенно не обязательно. То есть, может да, может и нет. Потому что мы говорим не только о каких-то навыках, например, техники, какой-то борьбы по единоборствам, допустим, а мы говорим именно о развитии как характера, то есть личности, развитии качества. Поэтому физическая составляющая – это только одна составляющая. Как мы говорили в начале, что тренер может быть, он может быть учителем, просто преподавателем. Он преподает им техники, но он может рассказывать их как личности и делать это как мужчин. Действительно, мне кажется, что вот это очень важно. Но если бы были еще какие-то, может быть, генералы, то можно было бы эту тему по-русски обсудить, поскольку здесь только это было интересно, то, может, потом еще. Ну где их взять, Саша? Ну кому-то, может, повезет, потому что у кого-то, может, из прошлой жизни такая очень возвышенная карма такая, что он к этому готов в какой-то степени хотя бы. Или кто-то родился, например, в семье военнослужащего, и он действительно с мужским характером обладает, а сам в Суворовском училище, например, вырос. Такое бывает. Мы не можем сказать, что совершенно нет. Это я вам, чтобы вы разновились. То есть такого не нет, чтобы совершенно нет. Но занят часто бывает. Поэтому вам надо здесь подсуетиться. Вы должны знать точно цель, которую вы ищете. Если вы не будете знать цель, то попадется, что попало. Поэтому точно знаете. Но есть даже песня такая. Слепил. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда. Это тещу мамой называл. Я не знаю, это какая-то одна из идей просто. Может, ваш образ мужчины совершенно другой. Какой? Чтобы был год, надо думать, надо медитировать на этом. Прямо сосредотачиваться. Потому что за вас это никто не сделает. По идее, это должны делать ваши родители. Но они сейчас не делают это. Они занимаются. Вы знаете, что же есть еще другие цели, которые говорили. И не только что вы... Ну, я согласен. И да, еще нужно работу хорошую. Нет, не хорошую. Конечно, может, чтобы в душе отдали. А он как-то не полный развивался. Может, хорошее – это денежное. Значит. Вы можете даже зарабатывать, но вы несчастны от того, что вы делаете любимое дело. Хорошая – удовольствие. Какой? Потому что зарплата была хорошая. Без долгой. Но это, чтобы ты недовольство получал от работы. А представьте себе, что вы получаете удовольствие от своей работы. Но зарплата там нет практически никакой. Очень мало плата. Будете работать? Нет. Значит, значит, у вас неправильно идут. Танцы. Вы неправильно сориентированы на это. Если это действительно любимая работа, то вам не важно, сколько вы платите. Потому что это любимая работа. От чего вы получаете наслаждение? От того, что вам деньги не платят, для ответа на любимой работе занимаетесь. А от любви уже платили, когда вы не платили. Нет, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о другом. Мы говорим о вашей любимой работе. Вот давайте, ребята, вам тоже скажу. Четыре вопроса, ответив на которые положительные, или каким-то образом вы поймете ваше пределы или нет. Например, Денис выбрал уже свою профессию. Вот и ответите за четыре вопроса. Первое. Это дело нравится тебе самому? Да. Да. Это положительный ответ на первый вопрос. Очень просто. Второе. Это нравится также тем, кто тебя окружает? Я думаю, что да. Например, твои друзья, твои родители, или тот, кому ты будешь, занимаясь в этой профессии, с кем ты будешь соприкасаться, им это нравится, что ты занимаешься этим делом. Но это может быть сложно сейчас сказать, потому что ты умничаешься. Сейчас смотришься, и насчет друзей, я еще не знаю, но насчет родителей это да. Уже? Да. Раньше нет? Ну, как бы… Сомневались? Да. Ну, это вывод, что я тогда читать говорил. Хорошо. Ну, как бы никто не жаловался. Ну, как бы никто не жаловался. То есть, у тебя такого тоже жаловало? Да. Замечательно. У нас из Катерина, сколько ты учился? Ну, я шестой класс учился в кадетской школе, на поселку, здесь не далеко. И седьмой, и восьмой класс, я учился в свой раз, скажем, про телеку. А ты серьезный опыт. Ну, хорошо. Второй вопрос. Теперь третий вопрос. А ты уверен, что ты будешь заниматься этой деятельностью? Вернее, хотел бы заниматься ей до конца служить? Да. Хорошо. И четвертый, последний вопрос. Сколько бы не платили тебе за эту деятельность, тебя будет это устраивать? Да. То есть, вообще, ты платить перестану? Все равно будет устраивать. Вот вам идеальный пример того, что человек пошел за это дело. То есть, не одно составляющее, а все четыре, если на все четыре вот этот правильный ответ, то тогда, скорее всего, хотя, может быть, исключения какие-то бывают, все равно это поправки. Но, скорее всего, это дело человека, которого он выбрал, что, скорее всего, это соответствует его природе и его обвинное значение. Я не спрашиваю, что вы сами у себя спросите. Вот относительно какой-то вашей профессии, которую вы платите. Так вот, одна составляющая очень важная. То, что будут ли за это, не будут платить ли не важно. Конечно, мы хотим, чтобы у нас было... И иногда такое бывает, что за любимую работу они платят огромные деньги. Например, бывает, что актеры известные, они действительно это их природа. Они просто сейчас занимаются этим ремеслом актерским. И в то же время они известные актеры ему огромные гонорария платят. Но это очень нужно быть удачным жизненным существом, чтобы моя любимая профессия совпадала еще с тем, чтобы мне еще за это деньги платят, еще и европы. Но это исключение в основном. Что-то еще? Можно с вами? Вопросы? Вы сказали, что четыре составляющих хорошо расшифровали первое физическое. Можно по основе больше чуть-чуть пройтись? Эмоциональное, эмоциональное, эмоциональное? Эмоциональное, это отношение с людьми. То есть, если у тебя физическая составляющая в порядке, то есть ты правильно питаешь, у тебя есть крыша на голову, у тебя есть своя комната, свое место, где ты можешь заниматься своими делами. У тебя есть также, ты занимаешься на обзарядке, поддерживаешь тело, у тебя здоровый образ жизни. То есть физическая составляющая у тебя замечательная. Если это все в порядке у тебя, потому что если непонятно где живешь, непонятно чем питаешься, то остальные даже можно не пробовать. А если вот это все в порядке, то тогда можно поговорить уже об эмоциональной составляющей. Это отношения в основном с другими людьми. То есть если у тебя в физической сфере все классно, то тогда ты можешь развивать отношения. Значит ты спокоен в этом плане и тогда можешь уже развивать отношения по-настоящему с кем-то. Например, дружеские отношения, какие-то еще, родительские. То есть в семье у тебя отношения, у тебя есть какие-то единомышленники, может быть друзья. Обязательно близкие или те люди, которым ты всегда будешь поплакаться. Например, что-то у тебя произошло, ты пошел и сказал, ты знаешь, что у меня такая проблема. А он тебя поддерживает, например, такой человек. Поэтому эмоциональная составляющая. Или, например, ты опять же занимаешься каким-то любимым своим занятием, любимым делом. И эмоциональная составляющая у тебя покрыта тоже. То есть ты от этого вдохновляешься. То есть ты свой творческий потенциал, который называется Крия Шахты у каждого человека. Есть творческий потенциал. То есть ты свое творчество проявляешь в каком-то любимом своем деле, в каком-то любимом занятии. И ты из-за этого вдохновлен эмоционально. Ты как бы удовлетворен, понимаешь? то есть вот это вот это вот уже сфера это эмоциональная сфера человека опять же какие например фильмы ты любишь какого жанра что-то в последнее время исторически ну скорее да то есть вот ты например читаешь книги какие-то исторические темы или философские темы то что ты можешь ты можешь досмотреть или может то есть ты вот эта эмоциональная пропитка должна быть книги журналы не знаю какие-то кинофильмы какие-то вещи еще с этим просто такие уже отношениях жизни той записи вот есть выгодить свою жизнь мужчину походы прям живой потому-то если же наши отношения тоже это всё танцам хотя она тоже должна быть у тебя usarth music и потом интеллектуально свера если смол с нами что порядка она может учиться то есть развивать эти лет для матча очень важно называть их перед поэтому что это концентрация значит должен развиваться интеллект, должен уметь концентрироваться. В прошлые времена выбирали министра, например, царя по концентрации. Им не важно было, какая он, ну, он там правословный, каким ли там заслуги, неважно было. Его просто один из приемов, когда мы крепостную стену его ставили, очень такая узкая крепостная стена, то есть крепость, и все, он должен с этим, с кувшином, с сосудом масла, наполненным под завязку, пройти по этой стене. То есть настолько он тоже сконцентрировался, что он никуда вообще не отвлекается. Как он, допустим, ганатокосисходцы ходит? Например, жигитов или мальчиков обучали всех проходить по канату или ездить на лошади, потому что очень сильная концентрация должна быть. То есть это кшатры, фуортов, воспитывали, да, таким образом. То есть это мы сейчас говорим о концентрации, об интеллектуальной составляющей жизни человека. То есть интеллект. Но интеллект также может по-разному проявляться, в зависимости от природы человека проявляться. Например, можно просто какие-то задачи решать. Или какие-то лебусы, головоломки какие-то. Или развитый интеллект. То есть интеллект – это анализ. Я анализирую, думаю, как это может быть. Например, стратегия и тактика в военном ездке. Это все связано с интеллектом. То есть интеллект – это концентрация, это сосредоточение, это анализ. Это клонирование, можно сказать, что это интеллект. Да, можно как-то планировать. Планировать – это не эмоциональная составляющая. А мозг. И не духовная. А, прогноз тоже. Да, это все с интеллектом связано. Это все с разумом связано. То есть это развитие разума. И ты можешь внутренне развивать это, а можешь в плане каких-то аналитических способностей, может в плане концентрации, но это все связано с интеллектом. Например, если мы занимаемся тем, что это называется, будь-йога. Будь-йога – это йога равного. То есть мы разумом, за счет разума мы развиваем отношения с верховной личностью Бога. Например, за счет разума. Потому что разум ясный становится. Или такое изображение трикология, слышали же. Это тот, кто видит прошлое, настоящее и будущее. Андрей, ты можешь видеть прошлое, настоящее и будущее? Нет, видеть. Ты знаешь, что было. Например, увидев какого-то человека, посмотрев на вами, ты можешь сказать, что с ним было, что с ним сейчас происходит, что с ним в будущем будет. Но это зависит от чистоты разума. То есть разум он настолько чист, можно настолько интеллектуальную сферу это развить, что ты просто посмотришь на что-то, на какой-то предмет или на какую-то личность, и ты сразу все понимаешь. Потому что это чистый разум. Он сразу делает такой анализ, что ты понимаешь, что с ним будет в будущем, то есть как он будет развиваться, что с ним будет происходить, и чем он в прошлом занимался, и что с ним сейчас происходит. Сейчас какая его, какая отрестница этого человека, что с ним происходит. Это не какие-то чудеса, это просто чистый разум. Вот если мальчик развивает чистый разум, То есть разум вызывает вообще, очищает его все больше и больше от таких, например, вещей, как жадность, как зависть, как гнев, как тынь, как иллюзия. То есть вот эти все вещи, они сразу очищаются при определенной практике. И тогда этот разум становится настолько чистым, что ты можешь видеть будущее, что будет происходить. Но это все интеллектуальная составляющая, и можно по математике задачи решать, это тоже интеллектуальный правильный. Ну и духовная сфера. Духовная сфера – это связано с нашей душой, это духовная практика. Это мы слушаем о личности Бога. То есть мы знаем, кто Он такой, мы слушаем о Нем, мы повторяем Его имена, воспеваем все эти имена. Мы слушаем и воспеваем его с нами. То есть это памятный момент. Слушаем, мы говорим об этом. То есть мы развиваем свой дух, то есть мы развиваем духовность, в которой оно сейчас закрыто. Под этими ручками материи мы это развиваем. И основной способ этого – слушать, говорить и помнить. Вот четыре составляющие. Как нормально, я ответил? Да, спасибо. Очень непонятно. Саша. Мысль была, что до тех пор, пока человек, ну вот как-то не с вами утверждился, у него устоялся, так скажем, физически. Да, вот это вот минимум, что называется, крыша на голову, да, заработок, ну вот, удовлетворенность, там, закрытая физическая сфера. Все остальные остаются недоступны. То есть как я могу о чем-то думать, кроме того, чтобы кусок клеток свой получить. Если я сейчас вот такой грамм меня требует, что-то, как я могу, ну, проповедовать, условно говоря, эмоции какие-то, проявлять. То есть я не защищен. Да. Слежественного весна, получается, ну, фундаментом, встану на свое единоборство, например. Ну, или какая-то элементарная физическая. Так я же так и сказал, что все начинается в физической сфере. Если оно у вас несознанное, если у вас неспокойное отношение, что вы защищены, что вы питаетесь, нормально, что у вас пыша над головой, что у вас есть здоровье, то остальное все там не будет ничего. Вы неправильные отношения будете с людьми строить, вы какое-то разрушительное будете, вы постоянно будете чего-то там не хватать, вы какое-то непонятно, как с вами тоже отношения строите. То есть эмоциональная составляющая не пойдет, а тем более интеллект. Как вы сможете концентрироваться, когда вы в беспокойстве постоянно пребываете? Не говоря уже про духовную составляющую. Можно сказать, что да, что основа это физика, это физическая разрушительность, а потом уже развивать разум. Как вы, например, четыре мальчика сидите, посмотрите, сказать. Посмотрите, какой сконцентрированный на Денисе сидит. Он очень сильно сконцентрировал. Это говорит о том, что у него достаточно силы разума уже сейчас. Или, например, Ваня, смотрите, он крутится постоянно. Постоянно что-то делает, крутится. Это говорит о том, что он очень сильно на уме. То есть очень много он эмоционально. Ему сложно это. Потому что все, что я говорю, ему нужно переваливать. А это ему сложно. То есть, может быть, это вещи вообще неинтересные. Поэтому ум и эмоции, когда я буду так, постоянно что-нибудь делать, я буду сувидеться. Это выдаёт, то есть, это денег выдаёт человеку. То есть, можно это считывать. Вот, например, Андрей, он более-менее старается. Он старается понимать, он старается уловить что-то. Он чувствует, да, интересные есть вещи какие-то. В то же время что-то он не понимает. Когда мне что-то непонятно, я не могу долго сконцентрироваться, сидеть. Я начну расслабляться, я начну, там, миточки вытягивать. Или ногти смотреть, рассматривать, что-то делать. Постоянно в пасе можно давить, да, кто-то чем занимается. Потому что кому-то интересен. Кому интересен какой-то предгляд. И насколько он вообще может концентрироваться. Например, если ребёнок неквалифицированно учиться в школе, а это значит, что у него разум и разум достаточно для того, чтобы он сел и сконцентрировался на каком-то предмете, например, математике. А он просто неквалифицированно сконцентрироваться на этом предмете. И он еще открутиться, поворачиваясь к соседям, что-то говорить, танцовывать, что-то дурачиться, может начинать какие-то глупости делать. Учителям может это раздражать. Да? Они могут успокоиться. А, там, вы-то куда-то как-то думаете, ну, когда это? Хочешь, они ругаться начнут. Вот, но они не понимают, что просто ребёнок, он не квалифицирован, потому что у него разум не разум, то есть он не находится в плавности, он не находится в спокойствии, то есть он очень сильно беспокоен, и он очень много себя лично проявляет. Например, говорить, что для девочек, или где-то вообще. То есть им надо обязательно что-то руками делать. Обязательно надо, например, что-то там вышибать, что-то делать, что-то там примерять там. Это больше, а то, чтобы они сидели вот так вот, на разуме, вот так вот, на интеллекте сидели, эти все уроки слушаем это просто издевательство вот а их вместе посадились и они должны и нужно поболтать пообсуждать что-то они эмоциональные существа они заставляют интеллектуальность но поскольку у них также резко четко может быть у кого-то эмоционально составляющий разум они могут это редко вышла это классно разбирается математических вещах в точных науках но снова все равно это другое значение поэтому нужна квалификация для того чтобы просто в школу школа учиться вот раньше например когда ребенок исполнялось пять лет и внушали в школу духовного учителя мальчика то первые два года он просто кормил коров доил мыл он сажал землю какие-то семена выращивать какие-то культуры то есть он занимался землей с коробой и тем самым погружался в такую благость что он мог готовить становится учеником потому что ученик это квалификация это квалификация пытливости концентрации сосредоточенности и слушать если у меня это нет квалификации просто из детского садика школу сгоняют у детей у них нет никакого разума никакой благости они настолько в невежестве и в страсти пребывают и это можно видеть на переменах чем дети занимаются на чем они должны заниматься общаться вот это они должны делать а потом он загоняет хоть комнаты заставляют а вот сидеть и чего там слушать вот я не мучаются и только ждут какой к этому червами ждут скорее богу хочется чтобы опять побежать нормальность соответствии со своим сейчас со своей квалификации есть то есть до того как ребенок должен пойти школу там должен подготовительный процесс этот процесс подразумевает их подготовка ученичества вот два года допустим с петельной семьи нормально чтобы ребенок подготовил ученичеству и он должен такие благостные всякие вещи вот раньше когда-то было на земле люди работали потому что вообще связь землей дает очень сильную большую благость человеку поэтому человека тянет земле и когда он живет в городах ему хочется обязательно садовый участок чтобы удачка какая-то была чтобы он обязательства как касался это потому что потребность такая у человека вот и вот в этом возрасте с 5 до 7 лет нужно чтобы он это делать чтобы он может послушником мусор носил чистим мыл что-то все связано с благостью с чистотой там особенно то есть коровы от которой благость исходит тоже мыть корову или если никогда не дает корову будет вот и должен был почувствовать что лично необычно что что-то такое происходит что что-то не просто на физическом плане что что-то происходит также внутри потому что крова очень большая область вот и когда мальчик занимается эти два года вот этими всеми вещами значит он готов и кстати средноборствами то же самое сказано потому что если он будет концентрации в вашей деятельности то он будет неуспешно скорее всего или посредством учеником который что-то ногами машет руками просто и все то есть видно что он какой-то просто ну как это техник вам делать но им целый вот поднять поднял но там внутри этого нет потому что нет концентрации концентрация прошел уже тут это пошло уже внутри то есть это внутренняя работа внутри не работает интеллекты должна быть концентрация сосредоточенность потому что все взаимосвязано очень поэтому основном можете видеть что ваши ученики они не особо они приходят что-то делал то чтобы вы сказали вообще вообще просто мастер вот это связано с тем что просто неправильно взрослые идти как можно с как можно исправить чтобы у тебя была цель Время прошло. Ну что, так как мы устали, то нужно, наверное, остановиться. Вот, но я думаю, что есть над чем подумать, поразмышлять. Мы сегодня много разных вопросов дотронули. Если вы будете над этим думать и размышлять, то ваше развитие дальше пойдет. Книги. Ну, с книгами я уже работаю, разбирайтесь. Да, есть книги, которые можно читать, особенно мальчиками, такие философские, которые вам, кстати, о высшей цели говорится. Вот. Есть вопросы. Вы иногда можете рассмотреть. Вот, но вы можете какие-то индивидуальные вопросы, если можно приходить. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ОТСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо.